Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимриза принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского сада Ясли и Носы, просчитанного на 80 мест в ауле Саратюз. Ранее, по словам жителей Аула, из-за отсутствия Ясли родители вынуждены были возить детей в другие населенные пункты, а теперь эта проблема полностью решена. На открытие побывал Алихан Лепшоков. Насып. С рождением ребенка в каждый дом приходит счастье. Возможно, поэтому символично, что новый детский сад Ясли в ауле Сары Тюз получил такое название, так как с карачаевского языка слово «Насып» переводится как «счастье». На торжественном открытии глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов подчеркнул, что новый детский сад был построен в рамках поручения президента страны Владимира Путина, которое было отражено в национальных проектах при поддержке партии «Единая Россия». Самое главное, что результат за короткое время, меньше чем за два года, детский садик построен. Как всегда, есть определенные какие-то недоделки, но я вам обещаю, что мы их все исправим. Ну, вот, хочу вас всех поблагодарить за терпение, потому что мы помним, даже я помню, когда на открытии Дома культуры я говорил о тех проблемах, которые есть конкретно непосредственно вот в этом уровне, в Ауле Сары Тюз. И я вас уверяю в том, что мы их постепенно будем решать. После глава республики осмотрел здание детского сада, а также оснащенность помещений всей необходимой мебелью. Новое здание двухэтажное. На первом размещены детские комнаты, а на втором административные помещения. Открытие данного объекта является настоящим праздником для самих малышей и их родителей, которые с нетерпением ждали этого дня. Это вовсе не театр, это новый детский сад. Ничего накроет дверь для собрающих ребят. Детский сад у нас хороц, лучший сада не найдешь. И споем, как мы весело сдаем. Раньше из отсутствия ясли родителям приходилось возить детей в другие населенные пункты. А теперь эта проблема решена, отмечает заведующая детским садом насы Фатима Кумукова. У нас очередность очень большая была. А сейчас, слава богу, вот ясельки сюда переехали все, как бы, и начнем. Мы думаем, что у них это уже будет второй дом для наших малышей. У нас четыре группы. Одно ясельная и три среднестаршие вот такие. У нас приспособленное здание, просто душа радуется. Все, что надо по стандартам, все у нас внутри. Для нас ясли сад – это небольшой уголок радости и счастья. Для наших детей, отмечают жители аула. Алих Алипшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. После глава республики Рашид Тимрезов провел прием граждан. В рамках личной встречи он рассмотрел социально значимые вопросы от населения Узжигутинского района. Смотрите подробности. В ходе приема граждан жители Узжигутинского района обратились к главе республики с вопросами, касающиеся различных сфер жизни. Первой была затронута проблема с жителями аула Сары Тюз по реконструкции ветких водопроводных сетей. Уже несколько лет из-за этого перебои с водой в ауле. По данному вопросу, министр строительства ЖКХ республики Евгений Гордиенко отметил, что будет установлены два больших водовода. Это позволит подавать воду качественную и без перебоев. Сейчас строим водоотворное освобождение на Нюхеле. Четыре освобождения там будут предусмотрены. Что касается Сары Тюз, здесь два больших водорода пойдут по территории села, которые мы, возможно, будут запрошивать по входящей сети. В входящей сети мы заявили, что в комплексе 10-10 территорий населения, что будет порядка 21 километра, вы пойдете на замену. Что это решает проблему? Это решает и вопрос к качеству оборудования, и вопрос стабильного восстановления. Помимо этого, жители Ужигутинского района обратились к главе республики с просьбой оказать содействие в строительстве нового районного дома культуры. В свою очередь, министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов рассказал, что планируется ремонт ДК на 360 мест. Рашид Темреза поручила оснастить обновленный дом культуры всем необходимым и еще установить кинопроектор. С уверением включить уже прошли согласования Министерства культуры о том, что в 2022 году здание будет включено в перечень объектов, которые будут финансированы. И в течение года пройдет капитальный ремонт на общую сумму 41,881. То есть вы в этом году его включаете, в следующем году к реализации? Да, до конца года, до конца года ремонта должна быть закончена. Мы сейчас руководствуем ДК проговорим технические моменты, чтобы это было самостоятельно, техническим моментом, что там было все, что на сегодняшний день переговоры. Также глава региона рассмотрел вопросы благоустройства территории парка в Ужигуте, укладки нового асфальтобетонного покрытия на дороге в Ауле-Эль-Таркач, замены лифтов в микрорайоне Московский и ряд других вопросов. Рашид Тимрезов заверил, что каждый вопрос находится под личным его контролем. Али Халипшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Ужигутинский район. Сегодня в станице Кардоникской и Старожевой выпал град, который нанес урон в основном сельхозугодия. МЧС информирует сегодня, до конца суток и завтра местами в республике ожидаются сильные дожди с градом, шквалистого усиления ветра, подъем уровня воды в реках. Ну а сейчас прогноз погоды. КОРОЧЕВА Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 25-27 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 24 июля. Новая грандиозная шелки и рацефка. КОРОЛЯВСКИЙ ЦИРК. Код города 87-937-296-58. Категория 0+. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 26 по 29 августа в Центре развития предпринимательства. Огромный выбор норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Продолжаем выпуск. Накануне в республиканской столице ярким флешмобом отметили 30-летний юбилей Дня государственного флага России. Это один из самых значимых праздников страны, символизирует патриотизм и любовь к родине, отметили организаторы праздника. Из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, праздничные мероприятия прошли в ограниченном режиме. Одно из них состоялось у Стеллы Дружбы Народов. Также состоялась смена почетного караула у флага Российской Федерации. Самый большой путешествующий флаг России был развернут и в горах Донбая. Масштабное событие состоялось на высоте 3300 метров на горе Мусаачитара. Участники акции представители из 20 регионов России при поддержке Федерального агентства по делам национальности собрались на Кавказе, чтобы провести мероприятие «Вершина единства». Гигантское полотнище размером 30 на 50 метров – символ единства народов, населяющих нашу необъятную родину. В акции приняли участие жители и гости республики, представители сборной Карачао-Черкесии по вольной борьбе. В честь Дня государственного флага России работники администрации Карачаевского городского округа совершили традиционное восхождение на Клухорский перевал. Данное мероприятие проходит на протяжении уже многих лет. Подробнее Аслан Гирюгов. По традиции работники администрации Карачаевского городского округа добрались до пограничной заставки. Уже на протяжении многих лет в канун празднования Дня государственного флага Российской Федерации работники администрации Карачаевского городского округа совместно с сотрудниками Тибердинского заповедника поднимают Знамя Победы в Великой Отечественной войне и флаг Российской Федерации. Знамя Победы поднимается неспроста, ведь на Клухорском перевале проходили ожесточенные сражения за горы Кавказа. Это дань традиции, так сказать, дань памяти тех, кто погиб, и заодно отмечаем день флага России. Вот такая традиция. Если молодежь будет видеть государственные символы, будет видеть места славы наших солдат, будет видеть, что не все в жизни так просто, а за хорошую жизнь сегодняшнюю кто-то платил тогда, и, возможно, и сейчас надо чем-то жертвовать, чтобы хорошая жизнь нашей страны продолжалась дальше. Вот это, безусловно, воспитывает людей. По традиции участников восхождения встретили пограничники. Недалеко от их заставы начинается граница с Абхазией. Поднимаясь все выше, можно встретить большое количество памятников, посвященных советским солдатам. О важности данного мероприятия рассказал начальник отдела культуры города Карачаевска Шамиль Хубиев. Он отметил, что территория Клухорского перевала часто становится площадкой для проведения различных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В канун Дня Государственного флага России администрация Карачаевского городского округа поднимается на Клухорский перевал. Приводим в порядок те мемориальные доски-плиты, которые уже нуждаются в уходе. Помимо этого, стал такой доброй традицией раскрытие Государственного флага России на высоте 2872 метра. Именно на Клухорском перевале, перевале боевой славы, где в 1942-1943 году шли ожесточенные бои за перевалы Кавказа и где наши ребята не пропустили врага. Каждый, кто впервые побывал на Клухорском перевале, никогда не сможет забыть, насколько красивые уголки есть в нашей республике. В ходе мероприятия было отмечено, что в будущем планируется проводить все больше подобных мероприятий. Ведь помимо патриотического воспитания, показывая такие красоты, можно рассказать об истории нашей республики. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Клухорский перевал. В выходные в нашу республику прибыл олимпийский чемпион по боксу Альберт Батргазиев. Глава Карачаева, Черкесия, Рашид Тимрезов встретился со спортсменом, поздравил его с победой и поблагодарил за приезд в республику. Спасибо за победу, которой гордится вся наша страна и за желание встречаться с нашей молодежью и мотивировать их на занятия спортом. Своим примером он доказал, что невозможного для спортсмена нет, отметил глава республики Рашид Тимрезов. Ну а как встречали победители 32-х Олимпийских игр на границе Карачаева-Черкесии со Ставропольским краем, расскажет Ахмат Халкечев. Титулованный спортсмен, первый и пока еще единственный представитель нагайского народа, олимпийский чемпион. Свой визит в нашу республику начал с Ногайского района. По нагайской традиции гости встретились радушием и национальными угощениями. Ты возвысил нашу великую Россию. Вместе с олимпийцами ты еще раз доказал, что какие бы козни ни были, что и без флага, и без гимна, тот, кто хочет победить, он победит. И возвеличит свое государство. Ну особая гордость, конечно, у нас, у нашего народа по отношению к тебе. Сауов. Вот эти ребята, которые смотрят на тебя, ты для них кумир. И мы очень надеемся, что они повторят твой успех. Придя в зал, потом, трудом будут достигать тоже результатов. Вот, ребята, ваш кумир, равняйтесь, и мы все будем на тебя равняться. Желаю тебе успехов и удачи во всем. Будем стараться дальше. Альберт Батрогазиев, несмотря на свой довольно молодой возраст, ему всего-то 23, является обладателем весьма обширного ряда спортивных титулов и регалий. Он мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион России среди любителей, чемпион Азии среди профессионалов по версии WBA. Ну а на Токийской Олимпиаде Батрогазиев принес 15-ю из 20 золотых медалей в копилку нашей олимпийской сборной. Когда люди хотят, чтобы ты выиграл, выигрывать намного проще. Не было других вариантов, да. Все хотели, чтобы я приехал в Россию с золотой медалью, и я за ней поехал, и у меня все получилось. Так было суждено. А в Токии скучали с национальным брюмом? А в Ногайске? Конечно, скучал. Я уже делал заказы некие маме, чтобы к моему приезду мама приготовила это. А что заказали? Беш вармах. Чествование олимпийского чемпиона продолжились на парковой площади поселка Эркин-Шахар. Альберту Батрогазиеву подарили коня Ногайской селекции и присвоили звание почетного гражданина Ногайского района Карачаева-Черкесии. А атмосферу праздника поддерживали музыкальные и танцевальные номера артистов районного дворца культуры. А в завершении звезду Токийской Олимпиады обступили бесчисленное колесо юных фанатов. Тебе удалось сегодня взять автограф у Альберта на свои боксерские причатки, и навряд ли ты уже будешь в них тренироваться. Что ты с ними сделаешь? Оставлю как память себе, и буду на них смотреть и усиленно тренироваться. Я хочу выиграть республику, СКФО, Европу или мир, и стать олимпийским чемпионом, как Альберта. Взойти на пьедестал намного проще, чем удержаться на нем. Следовательно, теперь придется трудиться вдвое больше, сказал олимпийский чемпион, принимая наставления старших. Ахмат Халкечев, Заурлиев, Вестикорчаево-Черкесия, Ногайский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Водоворот». Сегодня представитель власти обещал открыть социально значимый объект. Все будет! Даю вам слово! Но здесь только его слово, и больше ничего нет. Замечали, что вокруг вместо дела одни слова? И сплошное бла-бла-бла. С этим надо что-то делать. Партия роста. За дело!